Дедовщина. В каких вообще советских войсках она была самой страшной? Самой, я бы сказал, такой вот нечеловеческой. Друзья, ссылку на источник оставляю в описании под этим видео. Смотрим. В некоторых воинских частях Советского Союза дедовщины было очень мало. Но есть все-таки части, которые очень особенно отличились качеством и количеством вот этих вот, я бы сказал, неуставных отношений между сослуживцами. Особенно знаменит в этом плане стройбат. Он всегда занимал первое место в печальном рейтинге униженной человеческой жизни, а самое главное издевательствами над солдатами вообще в советской армии как таковой. Первый случай вот таких вот неуставных отношений в советских войсках был зафиксирован в 1919 году. Тогда трое старослужащих избили до смерти новоприбывшего солдата по имени Юрий Куприянов. Это уже, друзья, история. Это уже факт, с которым надо считаться. Причин появления дедовщины несколько. Во-первых, если брать время послевоенное, в армии оставались солдаты, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Они пользовались вполне обоснованным авторитетом у новобранцев, которые не видели настоящих сражений. Как говорят сегодня, пороха не нюхали. Две социальные группы. Старослужащие, смотрите, с одной стороны, которые завидовали тому, что новобранцы будут служить уже меньше, потому что был издан приказ о том, что все уменьшается. Вместо трех лет два, вместо четырех три и так далее. И с другой стороны солдаты из нового призыва, которые столкнулись в буквальном смысле лбами. Злость вот этих вот старослуживцев, скажем так, разумеется, она вся не прошла зря. И вот эти вот ребятушки, бравые, начали срывать все на новоприбывших новичках. Прежде к службе в армии уголовники вообще не призывались. Тоже интересная фишка. Это тоже, между прочим, одна из вещей, которая повлекла за собой возникновение новых уголовных деяний в армейских частях. Поначалу отцы-командиры не придавали этому никакому, скажем так, явлению особого значения, потому что, во-первых, у них не было опыта в борьбе с новоиспеченными дедами. Когда же, постепенно, в воинских частях власть оказалась в руках бывших уголовников и вот этих вот новоявленных дедов, в кавычках, то вмешаться уже было довольно-таки поздноватенько. И так и появилась гребанная, я бы сказал от себя, дедовщина. Еще одной весомой причиной возникновения этого явления стало использование в обычной жизни бесплатного труда военнослужащих. Второе место, надо понимать, занимали железнодорожные войска. То есть, что вы хорошо понимали, не путались, на первом месте у нас стройбат, на втором месте железнодорожные войска. В них дедовщина тоже проявлялась, в принципе, на высоком уровне. На третьем месте по распространению дедовщины оказались автомобильные батальоны, как ни странно. Правда, в них неустанные взаимоотношения проявлялись, скажем так, чуть-чуть в меньшей степени. Даже сам переход из новобранца в деды, иногда, бывало, история показывает, мог просто не пройти мимо того, чтобы не стать для человека тотально смертельным. Итак, чем можем подвести наш с вами итог? Официальная статистика человеческих смертей на этой незримой войне под названием дедовщина в Советском Союзе, широкой глазки, конечно же, не предавалась. Это было все сделано специально для того, чтобы, так сказать, не выводить ссоры из СБ. Да и в настоящее время в открытом доступе тоже не найти точного числа погибших из-за дедовщины солдат. Как нет и статистики психологических травм, которые переживали советские, так и российские ребята, новобранцы, попадая на службу. Но в любом случае, я вам скажу от себя, явление это дикое, и, я думаю, на голову нездоровое. Продолжение следует...